Евангелие от Матфея, одиннадцатая глава. И когда кончил Иисус наставление двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему, Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть, ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть, ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше, чем пророка. Ибо Он тот, о Котором написано, вот, Я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, Он есть или Я, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице, и, обращаясь к своим товарищам, говорят, Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба, вознесшийся до ада, не звергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но, говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть? Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и время мое легко.